Сегодняшняя тема нашей передачи — это общение важной темы. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Важно ли мне, как, допустим, человеку, развивающему взаимоотношения с другим, узнать, что этот человек думает о себе, как он поступает? Да, конечно, это важно. И, кстати, вот когда мы предлагаем такое предбрачное консультирование, один из вопросов, там тоже есть именно такой же. Он заключается в том, чтобы напишите пять ваших положительных характеристик. И молодые люди пишут, потом они общаются, они раскрывают это друг другу. И вот в теме услышания мы задаём, как правило, им вопрос. Вот вы встречались, вы общались, и вот эти вопросы вы друг другу отвечали. Вы говорили, какие вы видите в себе пять положительных характеристик. Так, что самое интересное, мы задаём такой вопрос. А вы помните те характеристики положительные, которые один из вас назвал другому? Вы знаете, это удивительно. Удивительно то, что чаще всего людям крайне тяжело это вспомнить. Потому что, опять же, наше внимание, оно очень поверхностное, оно как бы скользит. Это всё равно, что вы идёте по улице, и вроде бы вы видите, где находится магазин, что продаётся. Но один, второй, третий, четвёртый магазин, вы проходите, и вроде бы улицы запоминаются, но спроси вас, во сколько открывается этот магазин, во сколько у него там обеденный перерыв. И вы озадачены. Вроде бы я и смотрел, но не придавал этому значению. И вы видите, какая эта деталь, сразу заостряет внимание. Вот то же самое, когда мы узнаём другого человека. Очень важно обращать внимание на детали. И, возвращаясь к этим вопросам, могу ещё несколько для примера зачитать. Например, в чём вы больше всего беспокоитесь и за что переживаете? Важный ли это вопрос? Да, думаю, да, это очень личный вопрос, который раскрывает то, чем живёт человек. Ну и ещё один вопрос, здесь приведу в качестве примера. Что вас может расстроить? Тоже вопрос, который не так просто, может быть, найти, но он очень важный, потому что говорит многое о человеке. И когда мы говорим о вот этих сильных вопросах, то я бы хотел ещё поделиться, а какие темы очень важно открыть для общения между людьми, развивающими отношениями. И первое, что бы я сказал, это, конечно, чувства и переживания. Мало того, я бы сказал, что это даже очень важный критерий, насколько человек открыто говорит о том, что он переживает. Я встречал неоднократно, когда люди затрудняются даже ответить. Очень часто это бывает со стороны юношей, когда девушке им такую претензию. Я никогда не знаю, о чём ты думаешь, что у тебя там происходит, ты всё молчишь и молчишь. У парня начинаешь спрашивать, он говорит, да я не знаю, что там происходит, как это. Но девушке очень важно, ей хочется слышать. И ребятам, я думаю, это вполне возможно сделать усилие и взять подумать. А что же я переживаю? Что там у меня внутри? Какие эмоции? Мир, спокойствие, беспокойствие. Всё это возможно, если мы действительно начинаем обращать внимание на этот внутренний мир. И вот эта открытость для другого человека своими переживаниями, эмоциями, она важна, она созидает отношения. Другая тема, которая тоже важна для общения между теми, кто развивает отношения, это наши цели и мечты. Делиться не только поверхностными какими-то вещами, что нас окружает, что мы думаем, а говорить о конкретных целях. Какие у тебя цели на твою профессиональную деятельность? Какие у тебя цели на год, на пять лет, на десять? А может быть, сразу спросить, а что бы ты хотел достичь в конце своей жизни? И это может касаться не только профессиональной сферы, это может касаться служения, это может касаться семьи. Об этом тоже можно задавать и рассуждать, и открывать тем самым своё видение, своё понимание. И это очень важно, это сближает, потому что начинают раскрываться те ценности, которые важны. А что бы ты хотел достичь? Как бы ты это себе представлял? А какие цели ты себе прописал? А какое у тебя представление на семейную жизнь? Что в семейной жизни ты хотел бы достичь? Это всё лишь, ну, может быть, небольшие примеры того, как можно действительно ближе становиться друг к другу, когда мы раскрываем эти вопросы. И ответы на эти вопросы, они дают нам также возможность рассуждать, действительно ли Бог соединяет нас, действительно ли мы призваны быть вместе. Потому что где-то разные ответы, и где-то они могут быть настолько полярными, что мы начинаем понимать, да, это, ну, особый человек, ценный, но, может быть, мы останемся друзьями, мы не призваны быть в одной упряжке, мы не призваны быть в одной семье. И следующий момент — это говорить о ценностях, о своих убеждениях. Ведь это то, что сразу не видно, но это то, на чём мы делаем решение. Это как бы некая основа, базис, наше представление о том, как другие должны поступать с нами и как мы должны поступать с другими. И это тоже не сразу видно, не сразу заметно, почему человек так поступает. Но, уверяю, у вас есть вопросы, их можно искать, задавать друг другу и тем самым строить, выстраивать прочные и хорошие отношения. Вопросы о стиле жизни, да, почему, какой стиль жизни выбирают. Это тоже все те темы, которые очень важно проговаривать, если мы созидаем и двигаемся к тому, чтобы выстраивать такие взаимоотношения любви, взаимоотношения семейные. Вот, говорить о финансах, в семье — это одна из таких щепетильных тем, не так легка она для обсуждения. И я думаю, что люди, которые уже задумываются о том, чтобы вступить в семейный союз, должны научиться и эти вещи проговаривать. Конечно же, в этой сфере есть много нюансов, каких-то интересных моментов, которые могут и вызвать даже конфликты. И, кстати, вот конфликты сами по себе тоже — это тема для того, чтобы проговаривать, для того, чтобы общаться и находить, как мы можем действительно понимать друг друга, как мы можем находить какое-то единое решение. И мы этому посвятим еще отдельную передачу. Так что хотелось бы подвести итог. Во-первых, общение — это очень важно. Очень важно в общении научиться правильно слушать. И это самый первый навык, который важен для общения, для плодотворного общения, чтобы мы слышали действительно друг друга. Мы говорили об эмпатии. Мы говорили о том, как важно научиться задавать друг другу сильные вопросы. А сильные — это которые открывают, что происходит внутри, как человек переживает, что он чувствует. То есть вкладывают эмоции, переживания свои. И мы говорили о некоторых темах, которые тоже обязательно делиться друг с другом, раскрывать для того, чтобы действительно увидеть, действительно ли Божья воля есть на конкретную пару. То есть что Господь соединяет. Потому что я убежден, что когда Господь соединяет, Он дает что-то действительно, что можно совместить. То, что подходит друг к другу. Он не делает такое, что полностью противоположные люди, которые имеют противоположные призвания, Он берет их и соединяет. Да нет, конечно же, у них есть понимание, есть какие-то глубокие фундаментальные ценности, которые будут лежать в основании. И это будет созидать между ними доверие, созидать между ними близость. Это будет соединять их. Поэтому хочется пожелать, чтобы общение всегда ценили. Ценили живое общение. Не довольствовались тем, что только можно по телефону сказать или написать друг другу. Но ценили время вместе. И вот здесь вот, когда проговариваются эти вопросы, когда делятся из сердца, чтобы внимательно слушали друг друга и ценили. И я уверен, что вот такое общение, оно действительно созидает крепкие, надежные отношения. Пусть Господь благословит вас и поможет действительно находить вот это плодотворное и глубокое общение. Всего вам доброго. Сегодня у нас в студии гости Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, арт-терапевт и песочный терапевт. Елена Палаткина, душепопечитель, христианский психолог, бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования. Сертифицированный арт-терапевт, член Ассоциации песочной терапии. Готовность личная, да, вот человек вообще готов, он развивать отношения, строить или нет. Вот здесь она на чем основана? Это просто переживание, чувство его, готов или нет? Или здесь какие-то есть еще объективные факторы, которые можно посмотреть, выявить, сказать человеку, что, ну, ты знаешь, вообще-то и возраст у тебя, вообще-то вот, и посмотри внимательнее. Ну, внимательнее, как правило, значит, рядом есть тот человек, который восполняет его нужды. Ну, если там мужчина, женщина, да, если, например, мужчина взрослый, значит, рядом есть женщина, которая восполняет его нужды, и он не готов. Это может быть мама, это может быть сестра. Да, и эмоционально он реально зависим от нее. То есть бывает такое, что эмоционально женат на маме. Мама, когда-то он был маленький, развелась, и эмоционально он для нее муж. Естественно, он встает в такую же позу мужа. И для жены там нет места, точно так же, как и у нее для мужа. То есть место занято. Спасибо вам большое за ваши вот эти пожелания, откровения, да, за участие, и за то, что вот смогли поделиться таким очень важным советом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!